Всем привет, это Варлорд. Сегодня у меня видео в так называемом лайф режиме. Будем вместе с вами смотреть на изображение наборов по войне бесконечности. Первый набор это атака всадников. Как вы помните, все эти наборы я вам уже показывал, поэтому сейчас буду говорить про функционал. На задней стороне коробки можно увидеть, что данная капсула сможет раскрываться. Ну, довольно незамысловатая функция, но все-таки она здесь есть. И когда эта капсула раскрывается и из нее выбираются два этих существа, вроде бы как раз они называются всадники, то выглядит это все довольно стрёмно. Но в хорошем смысле. Рекомендованная розничная цена этого набора 1000 рублей. Рекомендованная розничная, ну это так сказать максимум, который могут с вас попросить за набор. Ну а потом уже начинаются скидки и наборы можно будет как-то выхватывать подешевле. Хотя на мозг для 1000 рублей здесь вполне оправданно, учитывая, что это Лего, Марвел Супергерой, да и такой знаковый фильм. Ну и два знаковых персонажа внутри, из Мстителей. Следующий набор называется В поисках оружия Тора. Стоит 1800 рублей по рекомендованной розничной цене. Ну и здесь наконец-то мы с вами можем посмотреть на функционал. Логично, что транспорт может стрелять. Помимо этого, конечно же, открывается кабина, где будет сидеть ракета. Ну и также сама капсула вместительная. В нее внутри можно поместить сразу три фигурки. То есть это Грут, ракета и сзади сидит Тор. Ну и конечно же с помощью этой кузницы он сможет создать свой молот. Для этого здесь все предусмотрено. Ну и здесь также использован Камень Бесконечности. Следовательно, в его молоте он как раз и будет. Молот, напомню, называется Топор Громовержец. Далее смотрим на набор уже покрупнее. Это Атака Корвуса Глейва. Набор будет стоить 2900 рублей. Ну помимо самого Корвуса Глейва, здесь можно будет наблюдать на стену Ваканды. То есть действия происходят именно там. Ну и давайте подробнее взглянем на саму стену. Потому что я думал, она слегка недоработана. Но сейчас я смотрю и мне кажется, для набора за 2900 рублей декорация довольно неплохая. Но видно, что сюда просто просится вторая часть этой стены. Которую, конечно же, пришлось бы покупать, чтобы объединять два этих набора. Конечно же будет открываться вот этот вход. У Корвуса Глейва будет вылетать его пила, что будет довольно жестким оружием. Внутри будут различные компьютеры, стул, где можно будет присесть. Ну и какая-то поверхность, куда должен быть кто-то помещен. Сам Корвус Глейв, конечно, на изображениях мне нравится все больше и больше. Наборчик неплох. Но чуть дешевле есть еще один. Который меня лично, наверное, привлекает больше. Это бой Халкбастера. 2700 рублей. То есть на 100 рублей дешевле. Халкбастер у нас был. Да и этот Халкбастер смотрится из-за рук немного недоделанно. Хотелось бы, чтобы они выглядели не так. Тогда бы, конечно, мы испортили игровой режим. Потому что таким образом руки как раз могут двигаться вверх-вниз. Но зато выглядело бы внешне красиво. Хотя, тем не менее, Халкбастер не испортили. А на мой взгляд, теперь он стал лучше. Он стал массивнее, больше, в ширину. Что сразу делает его более правдоподобным и похожим. Также плентованная деталь с головой Халкбастера мне все еще очень нравится. Ну а так, в целом, наборчик играбельный. За счет того, что здесь есть и Проксима Полночная, и Брюс Бэннер. Ну, Брюс Бэннер, не знаю, фигурку не изменили. Поэтому он мне не очень нравится. Ну и Сокол есть с новыми крыльями. Но, как вы понимаете, я первый раз смотрю на эти изображения. Поэтому, если вы нашли что-то, пишите. Следующий набор будет стоить 6 тысяч. Это Танос Последняя Битва. Вы удивитесь, я говорил, мне он не нравится. Но сейчас что-то мне прям захотелось его себе в коллекцию. Объясню обо всем по порядку. Конечно же, мне понравилась коробка. Изображена эта пустынная планета и их схватка. Все это смотрится крайне гармонично. Сам концепт набора также нравится. Это такая финальная битва, где как раз сойдутся Танос. Ну и в комплекте будет фигурка Железного Человека. Нового, что уже круто. Правда, вот его обвес сзади я не понимаю. Хотя сама версия меняется всегда слабо. Но почему-то всегда новая версия, практически всегда, смотрится более убедительнее, чем предыдущая. Ну и, конечно же, сам Милано. Это моя любимая версия. Уже по функционалу скажу. Во-первых, он соединяется с набором в поисках оружия Тора. И вообще становится просто ультимейт Милана. Во-вторых, цвета мне нравятся больше. Оранжевый и серый гармонируют, на мой взгляд, идеально. Ну и, конечно же, функционал. Сзади можно будет поместить перчатку бесконечности. Присоединив набор, можно будет поместить три фигурки. Затем спереди открывается вся передняя часть, чтобы можно было поместить небольшой транспорт для Звездного Лорда и Гаморы. Ну и, конечно же, перчатка бесконечности в комплекте и меч Таноса. Набор, на мой взгляд, крутой. Это, конечно, уже не дешевое удовольствие. Естественно, 50% дал здесь Танос. Ну а другие уже вместе накопили. Перчатка бесконечности, Железный Человек и крайне-крайне неплохой Милан. А мы переходим к крайнему набору. Это решающий бой в Санктуум Санкторум. Набор будет стоить 7500. Это урекомендованная розничная цена. И многим стал этот набор не нравиться. Но вы сами поймите, модульных зданий вы не ждите, как в серии Эксперт. Потому что они стоят от 12 тысяч, а этот набор стоит 7500. Чуть ли не в два раза дешевле. В модульных зданиях, когда вы их покупаете за 12500, зачастую нет нормальных фигурок. Ну а здесь Доктор Стрэндж, Железный Паук, Железный Человек и два антагониста сразу. Эбони Мо и Кул Обсидиан. Большое количество аксессуаров для того, чтобы передавать различные сценки, игровые моменты и так далее. Ну и сам набор. Правая часть, где расположена квартира Человека-паука, пиццерия, мне понравилась не очень. Здесь просто какой-то стрёмненький домик. Но левая часть, сам по себе фасад вот этого Санктум Санкторум, честно, меня не разочаровал. За такую цену я хотел бы получить данный набор. И учитывая, что сзади, несмотря на цену набора, всё кое-как всё-таки детализировали, в Санктум Санкторум это различные аксессуары, мечи, посохи, книжки, факелы, различные свитки магические. Хотя остается загадкой, как они будут передвигаться по этажам. Я очень жду от вас мнения в комментариях по поводу этих наборов. Лично меня не разочаровали наборы по Войне Бесконечности. Мне в основном они понравились. Поддерживайте видео лайком, если хотите увидеть на них обзоры. Подписывайтесь на канал. Всем удачи, всем пока.